Ровно год назад данный мультфильм вышел. Если кто не смотрел, это грязный трэш. По факту мультфильмы смеют супергероев, феминизм и прочее. Но откуда он взялся и какая изначально была задумка? Сейчас всё расскажу. Берите какой-нибудь чай, какой-нибудь хручевый и всё, погнали. Изначально проект должен был называться Нигамен, Героя нашего времени. Но думаю, по понятным причинам не стоило бы это название такое писать на ютубе. Данного персонажа ещё придумал в 2017-2018, ну частично. Просто как такой нарик-бомж спасает мир. Да и то это была шутка, ну то есть как, плохой анекдот. Затем уже в 2019 году шутка переросла в проект Нигамен, Герой нашего времени. Который по факту должен был быть сериалом. Но что-то пошло не так, об этом уже позже. Сама история была максимально примитивная. Лишь только спустя 2 года я взял наброски и дополнил их. И получился уже тот самый Энмен 2047. Ээээ, да всё просто. У меня тогда были проблемы с ПК. И полностью проект удалился. Увы, но это не единственный проект, который просто не увидел свет на стадии производства. Но Нигамен получился бы максимально хреновым. Ибо всё было снято без штатива. А также 5 кадров в секунду. То есть вы понимаете, что за дерьмо получилось бы. И нет, не думайте, что так просто всё было. Уже в 2019 году были некие проблемы. Как и я говорил, я решил затем уже в 2020 снять весной. Но тоже ничего не получилось. Тогда у меня с моим ПК проблемы были. Затем о проекте забыл на время. И приступил к созданию свиней. Но сейчас не об этом. Лишь только в начале 2021 я решил возобновить данный проект. И начал писать сценарий. Было куча сомнений по поводу сюжета. Также я думал, что проект в лучшем случае холодно встретит. Производство началось в середине февраля. И закончилось аж в начале сентября. Были проблемы с учёбой. Всё-таки как-никак 11 класс. Но ЭГ спокойно сдал и всё. Ну не важно. А уже летом здоровье подкосило. И пришлось на какое-то время забросить проект. Как сейчас помню, морально тяжело было. А того, что не снимаешь. Думаю, у многих такое было, когда дела не закончены. Сама же фигурка Мамбуды была убита в хлам. Ещё после Нигамена пришлось её восстанавливать. А затем уже снимать. Тем, что есть. Под конец сдержалось всё на соплях. В конце концов снял скину проект человеку. После чего приняли решение сделать пролог. Пришлось упрашивать сразу три человека. Лишь только один согласился. И опять растянулось на целую неделю. В этот раз. Ибо ранее он не хотел озвучить. Аж до апреля. После чего озвучил не Джона, а Фемку. На стадии постпродакшена всё прошло более-менее гладко. Думаю, многие заметили, что Эннмен 2047 – это сборная солянка. Вдохновлялся, естественно, ГТА Сан Андрес. Также процитировал сцены из «Криминального чтива» и «За пригородушню долларов». Последняя, кстати, повлияла на сюжет Нигамена. Остальное в большей мере само придумано. Также стоит заметить, данная сцена была в реальной жизни. Ну почти. Только без насилия. Куча отсылок и посланий. Пожалуй, только скрасила анимацию. По сюжету ещё должна была быть в этой сцене игра в «Равый револьвер». Это, если что, кто не знает, отложенный мой проект на какое-то время. Но не стало этого делать, ибо оно просто портило по атмосферу. Продолжение в любом случае будет. На мой взгляд, тут есть потенциал. Да и минимальный круг фанатов. Кстати, насчёт фанатов. Парень, который ждал с 2019 года. Огромное тебе спасибо. Ты лучше. Благодаря тебе просто НМН вышел. Потому что я надеялся, что ты его дождёшься и увидишь. Тебе огромное спасибо. Так вот, само продолжение, надеюсь, выйдет. Но проблемы по поводу бюджета и количества фигурок около 92 персонажей. Это, естественно, массовка. Возможно, даже сценарий перепишу. Но вторая серия будет намного нудной. Хотя будут объяснения, что и как произошло. И пока что не планирую забрасывать данный проект. Изначально планировалось, что это одна вселенная. Но просто другое название. Но позже подумал и решил разделить на разные вселенные со своими особенностями. Но всё ещё не прописал лор Негомена. Поэтому скажу лишь то, что там по стилистике больше вестерн. В НМНе же это лампу панк. Присутствие ретрофутуризма в культуре. Также на разных приборах присутствуют лампы. В качестве декорации и функциональности. Также название персонажей отличается. Нмен это во вселенной Нигомена. А Нигомен это во вселенной Нмен 2047. Думаю, вы поняли. Специально такая вот путаница. Начнём с главного героя Мамбуда. Имя только придумано было в 2021. До этого вроде ничего не планировалось. Кроме как Нигомен. Сам персонаж во вселенной Нмен 2047 представляет из себя умирающего бомжа. Который болит различными болезнями. Такими как СПИД, онкология почек, мозга, кожа. Также туберкулез легких, проблемы с сердцем и гипотиреоз. Поэтому на Нигом подействовала сыворотка. Он банально не умер, как остальные подопытные. Ибо уже наполовину был мертв. Благодаря этому он фактически обрел бессмертие. Родители Мамбуды. Мать из бедной семьи, нищего района. Её родители были также афроамериканцами. Но её отец был сбит машиной ещё в середине 90-х. А её мать же с тремя детьми осталась совсем одна. После чего умерла от эпилепсии. Отец Мамбуды был кто-то из Восточной Европы. Мамбуды его плохо помнят. Когда он исчез таинственным образом. Его же мать, по данным департамента фемполиции, была обвинена в убийстве. После чего её казнили. Когда Мамбуда был ещё ребёнком, он остался в 9 лет на улице. Полностью один. Детстве подвергался насилию со стороны мексиканской банды. После чего плачевно закончилась для его психики. Мамбуде 19 лет, но он плохо выглядит. Максимально плохо. Из-за употребления наркотиков и алкоголя. И прочего. Джон Курва. Сын путаны, который не знает своего отца. Его мать бросила, когда ему было 7 лет. Тогда он примкнул к банде. Возраст Джона 19 лет. Сам же персонаж ради наркотиков готов на многое. Он ленивый. А также лучший друг Мамбуды. Вместе дружит с детства. Пёс. Настоящее имя... Один из бандитов отличается хорошим умом. Но иногда может учудить полный хаос. Его мать и отец афроамериканцы. Жил с ними до 17 лет. После чего был выгнан из дома. Неизвестно, что с его родителями. Пёс не особо их любит. Псу 21 год. Сам же вступил в банду в возрасте 12 лет. Лучший друг Косова. Сам же он предан банде. Настоящее имя Джеймс Бурт. Возраст 20 лет. Косой не самый умный. Очень вспыльчивый и агрессивный. Его родители афроамериканцы. Но мать попала в тюрьму за вандализм. Когда отец был застрелен на улице Фемкой. На тот момент Косому было 14 лет. Он же вступил в банду в 11 лет. Лучший друг Пса. И дружит также с Джо. И Мамбуды с Джоном. Джо. Персонаж второго плана. Возраст 27. Персонажа особо я не прописывал. Поэтому ещё не скажу. Рамон. Персонаж из Нига Мэна. Который был взят из фильма. На несколько долларов больше. Сам же в Н-Мене 2047 полностью переделан. В возрасте 40 лет. В банду он с 10 лет вступил. И кстати он лидер банды. Предпочитает культурно выражаться. Рамон изнасиловал Косова. После чего Косове выпустил в голову всю обойму. Эль Ясик. Это по факту локальная шутка. Которая переросла в персонажа для Нига Мэна. А затем персонажа для Н-Мэна 2047. Возраст 18 лет. Мексиканец живший в США с роднёй. Сам же ничего из себя не представляет. Н-Мен 2047. Живой кошмар. Бонус для видео. Данная анимация вышла на Хэллоуин. Но полностью не закончена. Из-за малого количества просмотров. В ещё каких обстоятельств. Сама идея была взята из Red Dead Redemption. На Undead Nightmare. Действие разворачиваются в альтернативной реальности. Мамбуна и его друзья выбрались через другую дверь. Дома. После направления полицейских. И после смогли выжить. Что и как думаю закончу когда-нибудь. Данный проект должен был выйти гораздо раньше. Но в силу трудностей получилось другое. Получилась мешанина. Которую оценила больше чем прошлый проект. Хокс О' Вар. И что странно. Меньше негативных отзывов у НМена. Сам же честно скажу. Не считая что этот проект для меня какой-то важный. Но врач что трэш вышел. Такой же как я и планировал. Продолжение будет как я говорил. Но всё же желательно набрать 90 лайков под мультфильмом. Скидывайте его друзьям. Всего хорошего. До свидания. До новых времени. Блять. Всего хорошего. Всего плохого. Как бедкомедиан блять говорит. Субтитры создавал DimaTorzok